Правительство сегодня публично отчитывалось за первые 100 дней работы. Премьер Арсений Яценюк несколько раз подчеркнул, несмотря на то, что к обмену коалиционные министры от разных политсил работают как единая команда. О том, что делается и что уже сделано в каждом из ведомств, их руководители доложили лично. Граждан просили сохранять единство и запастись терпением. А Яценюк говорил о сложности реформ. Как на улицах, так и в социальных мережах счастливы от этих решений. Это сегодня. Но после сегодня будет завтра. Мы выбрали сложный, но единственный правильный политический шлях. И вот как оценивают первые 100 дней работы правительства депутаты. Послушаем их мнение. В первую очередь я хочу напомнить всем, что у нас парламентская президентская страна. Будем сказать, что то есть тот план реформ, который все 5 фракций Верховной Рады согласились. Угодились вместе, что они будут выполнять. И под эту коллекционную угоду мы выбрали уряд. Вы помните, что вся страна ставила на главную тему при выбирании уряда, чтобы это были профессионалы. И поэтому такой просто штрих, чтобы коротко, я не уверена, что это уряд профессионалов. Камин живет от кредита до кредита. На жаль, у меня такое чувство, что 23-летняя практика украинского уряда брать кредиты и проживать эти кредиты, она успадкована и этим урядом. Он потребует оновления и подсиления, переформатирования. И, естественно, нужно набирать кабинет министров не по партійным квотам, на жаль, как это сделано, не по какому-то деребану, а все-таки брать сегодня профессионалов. Сто дней уряду является одним из самых больших за последние 20 лет украинского народа. Мы, на жаль, не видели реформ. Продолжается хабарничество, причем оно набивает системного характера. Я с многими говорю с предпринимателями, с чиновниками, которые работают в среднем ланце Кабмена, на против Верховной Ради. Так вот, они мне говорят о том, что лучшего майстра, или команды майстров, строить схемы и грабить украинский бюджет, чем этот уряд, украшенный уряд, нет. Проблема – это непрофессионализм правительства. И второе – это непроведение реформ. Это две главные ошибки, которые на сегодняшний день есть. Более непрофессионального правительства в истории Украины еще не было. Вы придумываются виртуальные стены. К результатам деятельности можно отнести и 30-процентное падение экспорта, огромная безработица, неработающие предприятия в промышленных регионах. Отдельная претензия оппозиционного блока – это остановленные выплаты на востоке Украины. Люди не получают зарплат, люди не получают пенсии, стипендий, то есть положенного того, что они заработали в Украине. А это граждане Украины. И это вызывает наше возмущение и огромный потест. Оппозиционный блок требует от правительства восстановить выплаты на Донбассе. Мы обратились с соответствующими обращениями в суды. Мы считаем, что это граждане Украины, украинцы, которые должны получать зарплаты, пенсии и стипендии.